19 августа 1996 года грузовой самолет Ил-76 авиакомпании Spire выполнял чартерный рейс 3601 по маршруту Екатеринбург-Белград-Валетто. Самолет Ил-76 без груза на борту вылетел из Екатеринбурга 18 августа. На его борту находились 10 членов экипажа. Вечером 18 августа рейс 3601 приземлился в аэропорту Сурчин в Белграде, где на его борт погрузили партию автомобильных и авиационных шин, а также партию пиропатронов для катапультных кресел. Такой груз значился в договоре авиакомпании Spire с одной из черногорских фирм. Также на борт самолета поднялись два пассажира, сопровождающих груз. Вылет рейса 3601 из Белграда в Валету изначально был запланирован на 23.00, но вылет был задержан из-за технического осмотра. После того, как пилоты запустили все четыре двигателя, на борту обесточилось все электрооборудование. В итоге рейс 3601 вылетел из Белграда в 0 часов 10 минут 19 августа. Но уже через три минуты после взлета все электрооборудование самолета снова обесточилось. Погасли все приборы в кабине экипажа. Частично прервалась связь с авиадиспетчером аэропорта и отказала гидросистема рулей направления. В 0 часов 25 минут, когда самолет пролетал над городом Валево, командиру удалось связаться с авиадиспетчером аэропорта Белграда и сообщить о проблеме на борту. Сообщение в итоге оборвалось из-за полной потери связи с землей. Пилоты приняли решение совершить аварийную посадку в аэропорт Белграда. В 1 час 30 минут рейс 3601 пролетел над Белградом на очень малой высоте. Впоследствии свидетели на земле сообщили, что на самолете не горело никаких проблесковых огней. В ту ночь в Белграде была плохая погода, сильный ветер и кучево-дождевые облака. Поэтому пилоты пытались найти взлетно-посадочную полосу номер 12 аэропорта Сурчин, полагаясь на свое зрение. Как впоследствии выяснилось во время расследования, бортоператор лежал прямо на стекле фонаря штурманского отсека кабины экипажа и из него пытался разглядеть взлетно-посадочную полосу номер 12. И также указывал пилотам направление полета и моменты для стабилизации горизонтального полета во избежании крена. Запись речевого самописца оборвалась на словах бортрадиста «Да здесь почти ничего не действует, вот и выпрямительное устройство уже не работает». Примерно в 2 часа 15 минут командир попытался посадить самолет на взлетную полосу номер 12, но в итоге борт пролетел над ней. Всего рейс 36-01 произвел 6 неудачных заходов на посадку, поскольку командир опасался, что самолет упадет на городские кварталы. В 3 часа 14 минут, когда экипаж решил аварийно посадить самолет на поле и тот снизился до высоты 50 метров, пилоты увидели землю. Командир решил совершить седьмой заход на посадку и, развернув самолет на 180 градусов, повел его к аэропорту Сурчин. При этом выпустить шасси экипажу так и не удалось. Рейс 36-01 пролетел над торцом взлетно-посадочной полосы номер 12, затем развернулся, пролетел рядом с диспетчерской вышкой, покинул зону аэропорта Сурчин, совершил разворот на посадочный курс 121 градус и в 3 часа 16 минут рухнул на кукурузное поле в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы номер 12. От удара о землю самолет полностью разрушился и сгорел, уцелела только хвостовая часть. Многие обломки фюзеляжа воткнулись в землю на большую глубину, а часть уцелевшей партии груза перопатронов взорвалась уже после падения самолета. Все 12 человек на борту погибли. Согласно выводам Комиссии Государственного центра безопасности полетов Федеральной авиационной службы России, проводившей расследование причин катастрофы обесточивания бортовой сети Ил-76, произошло по причине взлета самолета с отключенными выпрямительными устройствами ВУ-6А и практически полностью разряженными аккумуляторными батареями. Во время погрузки в аэропорту Сурчин экипаж не использовал ни ВСУ, ни аэродромные источники питания постоянным током. Питание потребителей постоянного тока осуществлялось от аварийной системы постоянного тока, от четырех щелочных аккумуляторных батарей. После запуска двигателей примерно в 23 часа 18 августа пилоты забыли включить выпрямительные устройства ВУ-6А, преобразующие переменное напряжение 200 В, вырабатываемое генераторами переменного тока основной системы электроснабжения, в постоянное напряжение 28,5 В. И в итоге питание системы постоянного тока продолжало осуществляться от аварийной шины, а электрический ток отработавших генераторов переменного тока в эту систему не поступал. В процессе подготовки к взлету, рулению и взлета в 0 часов 10 минут 19 августа аккумуляторные батареи продолжали разряжаться. Работа потребителей на аварийной шине привела к падению напряжения в системе ниже 18 В, при котором выпрямительные устройства уже не работали. Через три минуты после взлета напряжение в сети упало ниже 14 В и сработал контактор блока защиты и управления. Отказ в работе системы электроснабжения постоянного тока напряжения 27 В в итоге привел к полному обесточиванию авиационного и радиоэлектронного оборудования. После катастрофы под Белградом авиакомпания «Спайр» была лишена лицензии и впоследствии была закрыта. Смотрите также. 6 июля 1982 года авиалайнер Ил-62М предприятия «Аэрофлот» выполнял рейс 411 по маршруту Москва-Дакар-Фритаун, но через 2,5 минуты после взлета рухнул на землю в окрестностях поселка Менделеева Московской области. Продолжение следует...